Дело в том, что вот вы говорили в отношении Священного Писания, действительно, вот апостол Иаков об этом прямо пишет, гнев человека не творит правды Божьей. Гнев человека. Но, вы знаете, интересный какой момент, что есть два вида гнева, но не один, мы же видим гнев Христа в Евангелии многократно. И это чрезвычайно важно. Одно дело – гнев ненависти, желание причинить кому-то страдания, боль, вплоть до убийства даже. И другое дело, о котором как-то редко мы говорим – это гнев любви. Гнев любви. Не ненависти, не вражды, а именно то, что называется иначе праведный гнев, который мы видим у самого Христа. Это очень интересное явление. Этот гнев – ведь это сила большая. Попробуй, армия, если без там идти в атаку, так расхлябанные какие-нибудь. И другое дело, когда видишь, ах, моих тут убивают, друзей и прочее. С каким гневом идут – это сила. Гнев – это огромная сила, как таковая. Но она может быть, изливаться эта сила в верном, а может, в ложном направлении. Так вот, гнев может быть и праведным. Как я сказал уже, который мы видим у Христа, и который иногда мы видим и в житиях многих святых, и у праведников. Это гнев любви, потому что гнев в данном случае – это сила, которая обличает, что нельзя, нельзя ходить по острым гвоздям. Ты что делаешь? Мать возьмёт, схватит ребёнка тут же и по попе ему, не смей туда ходить. Что потом с твоими ногами делать? Не лезь в костёр! Тебе сколько раз сказали – не лезь в костёр? Я же помню, как со мной случай был, когда зимой моя маменька по любви своей сказала мне – Лёшенька, смотри, на морозе железную ручку не лезни язычком. Ну всё, всё пропало. Только она отвернулась, уже вопль великий был. Лёшенька уже прилип к этой ручке. Так, понимаете, гнев любви – это какое? Гнев предупреждение от того, что может погубить человека, что может ранить его. Это гнев любви. Но мы сами в себе можем это увидеть. Почему мы гневаемся? И что мы хотим? К сожалению, у нас действительно очень часто даже гнев кажется праведным, и тот бывает нередко сопряжён с неправедным. Христианская жизнь в том и состоит, чтобы очищать пшеницу от плевел. В этом и состоит. То есть для этого нужно быть очень внимательным к своему состоянию. Ну вот святые отцы интересно пишут. Вот Иоанн Лесичек написал «Гневливый ум есть делатель лукавства». Вы подумайте даже, какие вещи! Вообще он тонкий психолог. Оказывается, гневливый человек – это действительно необычный, кажется, поворот. Лукавство. Мы все думаем, ну, злоба или чего-нибудь. Оказывается, лукавство даже. А почему лукавство? Он дальше изъясняет это. Почему? Потому что вместо того, чтобы погневаться на себя, я как гневаюсь на других. У других малейшее что-нибудь, и я уже возмущаюсь. У себя подчас такое творю, если не вне, то внутри в душе своей. И ничего. Да что же такое-то? Это где же она правда? Что же это происходит? Вот, оказывается, ситуация какого рода. Поэтому, как излить свой гнев, эти вопросы решаются не сразу. Так же, как сказать, как достичь того состояния, какому тяжелому атлету, чтобы поднять там 200 килограмм. все ждут чего? Вот, скажи, дай рецепт, и я сразу поднимаю. Какие тренировки требуются? Напряжение, усилие, постоянство. Так и здесь. Гнев. Гнев. Может, только тогда быть укращён неправедный гнев, когда мы действительно побольше смотрим на самих себя, на то, что творится в нас, когда мы убедимся, что сам ничего не могу с собой справиться, что ж ты на других-то злишься тогда, а с собой ничего не можешь справиться, ни в чём, ни в чём. Только начни перечислять. Можешь не завидовать? Нет, не могу. Можешь не тщеславиться, не хвастаться? Не могу. Можешь не осуждать? Не могу. А что ты вообще можешь? Оказывается, ничего не могу. Так что ж ты на другого-то говоришь? Поэтому Христос и говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своём не замечаешь. Вот о каком лукавстве пишет Иоанн Лестничник, когда говорит, что гневливый ум есть делатель лукавства, а бревна в себе не замечаю. Вот о чём идёт речь. Вот так это приобретается, а не просто что-то сказать, магическое слово, и всё. Нет, это постепенный труд. Царство Божие силою берётся. Царство Божие – то есть что? Счастье, покой, радость. Как достигается радость? Как достигается счастье? Трудом, а не каким-то магическим словом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова